И всем привет, ребят, с вами Сарванка, сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим очень-очень интересный видеоблог с информацией, которой настолько много, да, на обсуждение, что я даже решил все это дело разделить на две части. Сегодня расскажу одну из частей, которую я услышал, и информацию, которую заинсайдерил Орех, поделюсь своими впечатлениями, своими мыслями, ну и завтра тоже выйдет интересный контентик из той информации, которая в видеоблоге у нас появилась. Если вам подобного рода видосы нравятся, выходите их видеть чаще, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике, вот здесь вот тимпшечку устанавливаете, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Что же касаемо видеоблога, то здесь у нас было очень много интересной инфы, начнем с того, что я хотел оставить именно на этот видос, да, уже завтра мы разберемся чуть более подробно с блиц-ответами, блиц-вопросами, потому что по ним есть тоже много чего добавить и много чего вам рассказать. Ну а сегодня поговорим о защитных модулях и о том, что уже в ближайшем будущем у нас в игре будут ребаланс модулей, модуля поменяются и поменяются в довольно, ну не совсем, наверное, даже позитивном ключе, да. Все модули будут доступны лишь только с маршала. До маршала новые аккаунты не смогут иметь модулей от слова совсем. То есть вы представьте, что вы запикиваетесь на своей легенде, либо на любом своем аккаунте через какой-то период времени и видите ситуацию, что типы просто играют без резистов, просто без резов, да. То есть вы понимаете, насколько это с точки зрения игры на маршалах и выше, либо на тех аккаунтах, которые старые с резистами, сильнее, чем игра тех игроков, которые будут с нуля прокачиваться с момента выхода этого обновления. То есть это лютейший дисбаланс, просто лютейший дисбаланс. Если сейчас, например, когда легенда запикивается против там маршалов условных, она и так уже сверху доминирует сильно, то вы представьте, насколько сильная доминация будет над этими игроками, которые при этом не будут вообще иметь резистов, да. То есть у них будет вообще просто ноль рез, ноль, ноль. И, что самое главное, говорят о том, что сейчас вы можете покупать эти резисты, обязательно их покупайте, потому что потом доступность их будет только из маршала. Но это не все, это далеко не все. Также у нас с этими замечательными резистами меняется еще одна вещь. Это стоимость, стоимость прокачки резистов, да. То есть теперь стоимость прокачки резистов станет немножечко другой, о которой здесь в этом видеоблоге тоже сказали. Это то, что теперь резисты можно будет прокачивать с нуля, да, как дрон. То есть с нуля процентов до сразу же как раз-таки полной прокачки. То есть у вас не будет теперь каких-то МК там 1, МК 2, МК 3, МК 4, МК 5 модификаций. Вы будете прокачивать уровни как как раз-таки дрон. То есть у вас будет защита прокачиваться от нуля процентов до 50 процентов сразу как одним ключом. И что самое главное сказали, это то, что эта прокачка будет стоить дороже, чем та прокачка, которая есть прямо сейчас. То есть если, например, вы сейчас еще не имеете прокаченные резисты, то мой вам совет, обязательно их прокачивайте. И как же, как же я это читал. Я на бездонате сделал все фулл резисты на 30% скидок после как раз-таки ребаланса дронов и ребаланса как раз-таки микропрокачек, когда убрали у нас улучшение. И этот ход оказался супер верным, потому что если исходить из этой информации, которая есть в этом видеоблоге, то уже совсем скоро будет ребаланс микропрокачек. Если видеоблог выходит сейчас, то скорее всего это 2 недели максимум месяц и уже будет у нас изменение как раз-таки в модулях, в их доступности, их получаемости и в их как раз-таки прокачках. Поэтому если вы сейчас до сих пор еще не купили модуля, либо планируете приобрести какие-то модуля, то обязательно делайте это на ближайших скидках. Я надеюсь, что эти ближайшие скидки будут уже, быть может, через одну неделю, да, то есть на майских праздниках у нас уже появятся скидки. Ну, либо же если не майские праздники, то там через какую неделю должны точно появляться у нас замечательные дисконт-уикенды, да. То есть на дефолтных 30% скидках берите и прокачивайте, не ждите ДРТО, потому что на ДРТО может просто выйти обнова, и вы погорите со своими резистами, не прокачаете эти резисты и потеряете безумно большое количество кристаллов, которые можно было бы сэкономить в этом всем деле, да. Поэтому задумайтесь, и мой вам совет, обязательно делайте эту прокачку резистов, потому что исходя из этой информации, я могу с уверенностью сказать, что все те игроки, которые будут играть с новобранцем до маршала после этой обновы, они будут безумно сильно проседать и страдать против сильных званий, и появится еще больше смысл при запикивании против легенд перепикивать просто эти катки. Я не знаю, насколько правильный сейчас у нас баланс в матчмейкинге, но в моем понимании с выходом такого обновления, это надо будет полностью перебалансировать, да, и чтобы, например, игроков до маршала вообще ни при каком раскладе не могло закинуть выше этого звания, да. Потому что если сейчас все это дело рассматривают, то сейчас очень часто легенд бросают против маршалов и даже ниже званий, да, бывает там против капитанов, ну, если там вообще какой-то лютый трэш происходит, то бывает даже против воронтов закидывают, поэтому я не знаю, да. То есть такое обновы это будет безумное страдание для всех мальков, и выглядит это, конечно, очень-очень-очень-очень страшно, страшно для любых маленьких званий. Да, это еще больший и еще лютейший дисбаланс, который будет в именно разброске званий, да, то есть если сейчас он присутствует, то с отключением резистов это будет чувствоваться еще-еще намного-намного-намного жестче, да. Но это, как я уже сказал, лишь маленькая часть того, что у нас есть в этом видеоблоге. Оставим вторую, самую сочную часть на завтра, поэтому если вы хотите ее увидеть, чтобы я ее обсудил, высказал свою точку зрения, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся двухсотку приподнять, я уверен, что на такой теме мы эту двухсотку можем спокойно раскрутить и сделать, поэтому обязательно поддержите данный видос лайком, если вы согласны с моей точкой зрения, и то, что это, быть может, вообще неправильно. Решение, которое сейчас хотят продвинуть, и этот ребаланс нужно как-то грамотно выкручивать, очень грамотно выкручивать, иначе, иначе у каждого игрока до Маршала, да, и Маршала включительно, будут большие проблемы в нашей игре. Поэтому заострите внимание, поддержите данный видос лайком, подписывайтесь обязательно на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новый видеоролик. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!